Июнь 1926 года прошел референдум об экспроприации в Германии. Я частично уже этот конфликт упоминал. Значит, в стране произошла революция. Раньше был такой полуфеодальный строй с сильной властью князей все старых, феодальных, традиционных. Ну и пережитки этого всего оставали. Значит, в принципе, феодалов во время революции возглавясь с кайзером отстранили вообще от власти. Была демократическая социальная республика, беймарская. При этом у них во время революции арестовали их фактически земли. Ну и, в общем-то, коммунисты и социал-демократы, которые в революции доминировали, хотели вообще все эти земли у них забрать у князей и поделить между, значит, трудящимися. Реально у них ни черта, значит, не вышло, потому что произошел определенный поворот в право и сформировалась, собственно, веймарская республика как компромисс между трудовым народом и средним классом. То есть, правило, что-то вот какая-то коалиция социал-демократов и центристов довольно хлипкая, потому что были также сильные правые и левые фланги, да. В общем, еле держался этот компромисс. Вот в связи с этим князья начали снова подавать всяческие иски, чтобы им землю вернули, а также заплатили компенсации за тот период, когда использовали государство их земли. И это стало конфликтом, который расшатывал объективно веймарскую республику. То, что все феодальные силы выступили за этих князей, все, значит, левые против и так далее. Надо сказать, что первоначально экспорпиацию принцев поддерживали даже левые нацисты Штрафсера и Геббельс, о чем я говорил, однако Гитлером это запретил весной 1926 года. Ну, значит, веймарская конституция 19-го года юридический-то аспект какой? Гарантировала частную собственность, но также предусмотрела возможность ареста активов в общественных интересах. Но арест активов был разрешен только на основании закона, и собственникам полагалась разумная компенсация. То есть, значит, массовой национализации конституция веймарской республике не предполагала. Вот, упирая на это, начали, значит, князья подавать всяческие иски, чтобы им землю вернули и компенсацию заплатили. В результате инфляции существенно деньги обесценились практически полностью, что вызывало дополнительные дискуссии. То есть, князья все время повышали свои требования, упирая на инфляцию. То есть, цена этих земель вообще была непонятна, так как деньги вообще национальные нахер все полетели. Надо сказать, что земель было достаточно много этих князей. Хотя, все-таки доминировала, конечно, в Германии мелкая крестьянская собственность, но феодалы тоже довольно много имели. На некоторых территориях, допустим, Мекленбург, 55% площади всей территории было у феодалов. У многих было 20-30%, но надо сказать, что в Пруссии или в Баварии, то есть в крупнейших государствах, которые входили в Германию, в крупнейших регионах, незначительный был процент. Но в некоторых регионах было очень много этих князей. Судьи, юристы в основном были консервативные и монархисты. То есть, как обычно, в Вермарской республике каждый делал, что им в голову сбредало, и судьи обычно судили в сторону князей, так как сами судьи были, как правило, консервативных убеждений. Князья судились там целыми домами, Гогенцоллерный там и все такое. То есть, прямо вот имелись руководитель какого-то прямо дома, и он судился за все владения всех князей и всех родственников этого дома. Социалдемократы всячески против этих всех судов выступали, и вообще считали, что надо землю отдать крестьянам, феодальную, ликвидировать эти все пережитки. Вот в таких условиях, когда этот конфликт опять обострился в 1925 году, выдвигались разные проекты соглашений, и Коммунистическая партия выступила с инициативой Коммунистической партии Германии, Тельман. 25 ноября 1925 года Коммунистическая партия внесла законопроект такой, что вот все вот эти дискуссии по поводу, сколько мы будем платить там, и что мы там будем возвращать, прекратить, экспорпиировать все имущество феодалов без компенсации, передать эту землю фермерам, арендаторам, дворца, все эти дворцы князей захватить, и преобразовать их в санатории для выздоравливающих пролетариев, либо вообще использовать их для решения проблем нехватки жилья, то есть дворцы гагенцолерных заселить пролетариями нахер, поделить на коммуналке там и все, а то, значит, рабочему классу жить негде, а эти херы еще за свои дворцы тут судятся. Наличные деньги князей всех конфисковать и раздать инвалидам войны. Так как князья развязали войну, и теперь полная страна инвалидов, вот надо от всех деньги вообще конфисковать, а судиться с ними нечего, разговаривать нехер. Например, развязали войну, довели страну до коллапса, до полного экономического, политического, еще что-то хотят с нас. Охерели. Но в парламенте у коммунистов было что-то 10%, что ли. Естественно, в парламенте они не собрали, но законопроект был довольно популярен среди населения. В том числе среди избирателей социал-демократов, хотя социал-демократы выступали за соглашение с правящими кругами, в том числе с феодалами, избиратели-то социал-демократов, они сочувствовали такому решению вопроса. Так как, ну, в принципе, все правильно, да? Что эти феодалы войну развязали, народ до сих пор страдает, германские, давайте вообще не все конфискуем. В принципе, решение у коммунистов довольно такое популярное. Коммунисты, поскольку они в парламенте не могли никак собрать, естественно, никакого большинства, пригласили социал-демократов, профсоюзы, всевозможные мелкие красные организации, левые и партии, все пригласили их поддержать. Сначала СДПГ не хотело, однако массы социал-демократической партии поддержали, поэтому СДПГ фактически припринудили, что социал-демократы тоже в этом поучаствовали, поддержали. Этому способствовало то, что к 26-му году социал-демократов не включили в правительство, и они решили, что они оппозиция, но у них менялась позиция довольно так шатко. Иногда они были во власти, социал-демократы иногда нет, было очень все неустойчиво. Но вот на 26-й год СДК решили, что они оппозиция, хотя у них была самая большая фракция в парламенте, ну и поддержали, короче, коммунистов. СДК это было серьезно, потому что у них серьезный электорат был. Значит, Эрн Стельман собрал комитет Кучинского, это комитет, который боролся за этот референдум об экспроприации правящих домов, это называлось на немецком, и собрал Эрн Стельман в этом комитете примерно 40 различных левых групп. То есть в разной степени левоты, но он пытался сплотить всех левых вот вокруг этого лозунга. Но вот, как я уже говорил, Гебберс считал себя почему-то левым и чуть не вступил в этот комитет с коммунистами, только Гитлер вот его одернул и запретил ему это делать. Надо сказать, что там были еще много всяких неопределенных левых деятелей культуры, типа Альберта Эйнштейна, который был довольно левый, Курт Тухольский, писатели, всевозможные всякие писатели, которые вообще ни в какой партии не состояли, или физики типа Эйнштейна, они тоже все движуху поддержали. То есть, короче, развернули так, что вообще вся левота, какая только была наличная в Германии, вся эту идею все разделяла, что надо конфисковать имущество этих всех князей. Буржуазные партии изводились на говно. Они кричали прежде всего, что собственность священна. Ну вот дословно, значит, правая партия ДНВП что пишет. Если из-за трусливого надругательства над собственностью беззащитных принцев однажды будет нарушен принцип, согласно которому собственность священна, то вскоре последует всеобщая национализация, экспроприация всей частной собственности, ну вот и так далее. Что это, в принципе, коммунизм. Если хотя бы заберут собственность у этих принцев, князей заберут собственность, то тогда, значит, наступит полный коммунизм, говорили правые. Правые разжигали антисемитизм, не только Гитлер. Практически все правые партии Германии так или иначе все это еще связывали с антисемитизмом. Допустим, ДНВП писало, разрушительный еврейский дух большевизма не знает границ. Как только они экспорприруют князей, они потом еще что-нибудь экспорприруют. Ну и в целом вот так вот все. Католическая церковь и протестантская выступили против референдума, потому что конфискация собственности против христианской морали. Ну, вездец. А мировую войну устраивать, то, что устроила бывшая элита, это у нас не против христианской морали. И проиграли войну, в общем. То есть, короче, католики заявили, что забирать собственностью правящей элиты, это, так сказать, против христианства. А требовать от нее ответственности за ее преступление, за то, что они страну привели к катастрофе. Это, дескать, другой вопрос. Протестанты, между прочим, тоже в целом поддержали против, то есть за собственность. В общем, церковь во всей, в любой форме выступила против. В то же время СДПГ жутко поддержала этот вопрос. Назначили референдум, и СДПГ писала, что день референдума это день решающей битвы между демократической Германией и возрождающимися силами прошлого. Речь идет о будущем Германской Республики. Речь идет о том, должна ли политическая власть, воплощенная в государстве, быть инструментом господства в руках высшего класса или инструментом освобождения в руках трудящихся масс. Это у нас СДК, социал-демократы вот такой выдали. Но коммунисты, это естественно, они это и придумали. Коммунисты, да, конечно. Коммунисты прямо на листовках писали, Россия дала своим правителям пять граммов свинца, что дает Германия своим правителям. То есть коммунисты прямо связывали все неудачи Германии вот с этими конкретно людьми, которым полагается вообще пять граммов свинца, ну, по крайней мере, собственность надо конфисковать. Значит, в Рейхстаге, даже при том, что собрали всех левых, каких смогли, все равно закон проекта завалили. Там все-таки либералы, которые колебались, они поддержали против конфискации, поэтому потребовали референдума. Однако, поскольку юристов в целом контролировали право, юристы там накрутили, что для того, чтобы прошел такой закон, нужна поддержка 50% лиц, имеющих право голоса. То есть нужно собрать 20 миллионов избирателей. Что было довольно трудно для левых, то есть им нужно было собрать половину всех и выгнать их на выборы. Половину всех избирателей выгнать на выборы. Явка в Еймурскую Республику была плохая. Поэтому правым было достаточно просто призывать не ходить на референдум, и там... Этот лозунг не ходить на референдум там многие поддерживали, так как-то многие там вообще на выборах не участвовали. То есть голосовали просто жопой тем, что сидят просто дома. Вот правым было, чтобы они сидели дома и не ходили на этот референдум. Почему они и призывали. Ну вот 20 июня 1926 года прошел этот самый референдум. Противники иммобилизовали с финансовые ресурсы, для них это был принципиальный вопрос. Гитлер против Штрассера выступил, я уже говорил, подавил его в Бамберге 14 февраля. Гитлер говорил, для нас теперь нет принципов, только немцы. Гитлер говорил, вместе со всеми правами, Гитлер говорил, что это вот евреи хотят собственность немецких аристократов присвоить таким способом и так далее. Ну чем кончилось? Значит, собрали порядка 40% голосов. То есть надо было где-то 50%, собрали 40% и в основном, короче, просто неявка произошла. То есть вот 40% явилось на выборы, почти все эти 40% проголосовали за конфискацию собственности. Но надо было 50% собрать, то есть 10% не добрали по явке. А те, кто пришли на референдум, они почти все проголосовали за конфискацию. Но в целом, что нужно сказать, что референдум провалился, после этого продолжалось юридическое регулирование этого вопроса довольно долго. Все второй половины 20-х всякие суды продолжались, государство выплачивало что-то там. Но там заключались соглашения, то есть, допустим, дворцы обычно переходили все-таки государство. То есть частично они получили собственность этих князей. Князья, по большей части, все эмигрировали, их отстранили от власти. То есть вот когда судебным вопросом решали, что там сады какие-то, все равно государство переходили, но при выплате компенсации. Ценные земли, как правило, оставались у князей. То есть, в общем, потом судились все это время. Кончилось с тем, что когда пришли к власти нацисты, они же, так сказать, резко действовали. Нацисты просто приняли ультимативно закон, что, короче, не будем ничего больше выдавать этим князям. То есть нацисты просто, так сказать, волевым путем прекратили эти суды. Видимо, Гибельс там все-таки постарался, который вообще хотел все это у этих князей забрать. Вот такая у нас история в Германии. И потом она еще долго обсуждалась с немцами. Естественно, в ГДР было много диссертаций. Допустим, диссертация от Мара Юнга, 1200 страниц, вся полностью посвящена этому конфликту. В ГДР считали, что коммунисты правильно сделали. Смогли, так сказать, организовать какой-то единый левый фронт хотя бы по этому вопросу. Ну и вообще в ГДР считали, что надо было единый фронт, так как потом, когда все переругались, СДК с коммунистами, пришли к власти фашисты. То есть в целом они считали, что позитивно все это коммунистическая партия отыграла хоть какое-то сплочение левых. Кроме того, исследования историков ГДР были направлены сильно против христианских товарищей, против протестантов и католиков, которые там напрямую дьяволами называли коммунистов, разжигали антисемитизм. Официально даже церковь протестантской Германии разжигала антисемитизм, как установили историки ГДР по этому вопросу, что способствовало, по мнению ГДРовских историков, приходу к власти нацистов. Что разжигали антисемитизм, а этим потом пользовались нацисты. Что касается исследований ФРГ, в основном они исследовали влияние этого конфликта на компромисс. То, что Веймарская республика была определенным компромиссом, о чем я уже много раз говорил. Ну и по мнению историков ФРГ, все-таки дестабилизирующие. То, что все переругались опять лево и с правыми, это объективно способствовало правам. Также отмечали историки ФРГ, что правые сплотились. Гитлер и все прочие правые партии, они все объединились, что не дадим мы этих земель захватить. И референдум сам по себе ослабил доверие к парламентской системе. То есть оценка ФРГ негативная. Что устроили очередной конфликт, это объективно подрывало Веймарскую республику и помогало правам. Которые там перешли уже к антисемитизму, к мобилизации всех этих антикоммунистических настроений. Вокруг этого они плохо сплотились. Левая позиция в КПБ оформилась окончательно в июне 1926 года, когда уже сформировался троцкистско-зиновьевский блок. Эти события я частично освещал, но вот видимо их нельзя распихать по узлам. То есть надо комплексно. Поэтому я решил про всю левую позицию, различные этапы ее борьбы, все-таки в июне 1926 года рассказать. Потому что в июле 1926 окончательно Сталин к власти придет, Зиновьев отстранит. Вот примерно надо в июне рассказать, что там примерно было. Значит, левая позиция это такие ребята, как Троцкий, Преображенский, Сопронов, Радик, Серебряков. И примкнувшие к ним Зиновьев, Каменев и Крупская. Левая позиция начала оформляться где-то в конце 1923 года. В 1923 году фактически Троцкий был у власти и в оппозиции ему не надо было быть. Ведь он и был власть. Примерно вот уже Ленин, когда умирает, в декабре 1923, январь 1924 власть переходит к группировке Сталин плюс Зиновьев и Каменев. Вот тогда у нас начинает Троцкий выступать как оппозиция. И такая одна из вех этого движения это заявление 46 в октябре 1923 года, когда уже официально была оформлена эта позиция. Еще весной 1923 года распространялся документ «Современное положение РКП и задачи пролетарского коммунистического авангарда», который уже содержал ряд положений, которые потом постоянно левая позиция будет утверждать. В частности, ранее были запрещены внутрипартийные группировки. Запрет внутрипартийных группировок в Компартии в основном был связан с борьбой с анархосиндикализмом, то есть с рабочей оппозицией. Как я уже говорил, большевистская партия была разнородная, включала на самом деле бывших эсеров и анархистов в условиях, когда ничего было непонятно после гражданской войны. Там на самом деле были и анархисты, и эсеры, и либералы относительно, типа Бухарина и так далее. То есть там внутри партии было много группировок. Но только вот, чтобы это не развалило им партию, они приняли решение, что не будет никаких группировок, запрещено будет. Против этого многие коммунисты выступили. Вот в этом документе, который весной 23-го года, современное положение РКП говорило, что поддержание единства партии, дословно цитирую, поддержание единства партии путем механического давления означает на деле диктатуру определенной группы и образование в партии ряда нелегальных группировок. Ну, совершенно ребята правильно пишут. То есть диктатура Сталина, а так как все равно разногласия это будут, разные социальные группы, то да сё, значит нелегально будет осуществляться фракционная борьба. Это самое и происходило все время. То есть вот у нас, допустим, Хрущевы свергли, что же это какая-то группировка была. То есть нелегально существовали различные группировки партийные, о которых мы, кстати, постоянно будем говорить, когда советское, будем изучать, что реально там на самом деле много партий, просто все они считаются, значит, КПСС, оно действует нелегально. Даже либералы там под конец партии были. Но все мы помним, что партия коммунистическая развалилась в конце 80-х, именно потому что все эти нелегальные группировки вышли и оформились. Кроме того, оппозиция предлагала открыть доступ беспартийных на все советские должности, то есть ослабить диктатуру партии. И диктатура партии выражалась в том, что на советские должности, на выборные, просто вот путем фальсификации выборов, но все знают, что выборы были без выбора, да, путем безальтернативных выборов на все советские должности назначались коммунисты. Ну вот оппозиция тоже говорила, что это неправильно, нужно уничтожить монополию коммунистов на ответственные места, и тем ослабить засорение партии карьеристами. То есть что говорила оппозиция, в таких условиях в партию лезут те, кто хотят сделать карьеру, потому что партия это способ, чтобы тебя назначили на какую-то должность. Ну, в общем, троцкисты на этом этапе выступали за демократизацию и внутри партии, и вовне партии. Но надо сказать, что троцкисты это предлагали просто, чтобы свалить коммунистов, сталинистов. Просто вот Сталин действительно был генсеком партии, через аппарат партии устанавливал диктатуру, что тоже верно. Троцкого этого не устраивал, и поэтому он выступал за развал этой диктатуры, за демократизацию партии. Сам же Троцкий выступал за трудовые армии и за прочие явно недемократические меры. Вот те, кто выступали за ослабление давления государства на крестьянство, за дальнейшее развитие рыночных отношений в деревне, они на самом деле были союзники Сталина. То есть те, кто за демократию экономическую выступали, они были за Сталина. Те, кто выступали за демократию в партии, были наоборот за Троцкого, и они же выступали и против костянства. Такие дела. Дальше весь этот документ распространялся, он был анонимный, но реально его поддерживал Троцкий. И реально в этом документе было написано прям конкретно, что Зиновьев, Сталин и Каменев устанавливают бюрократическую диктатуру в партии. То есть реально написали троцкисты этот документ, непонятно кто, может быть и сам Троцкий. Как я уже говорил, вполне возможно, что многие поздние работы Ленина, написанные на самом деле Троцким, либо Крупской, которая фактически была троцкисткой, так как Ленин лыка не вязал и писать такого не мог. В 1923 году особенно. Так что Троцкий активно занимался такой анонимной деятельностью, анонимки он выпускал, анонимные опуски. В том числе от лица Ленина, которого он контролировал через Крупскую. В конце 1923 года произошел кризис НЭПа, связанный с ножницами цен, как говорил Троцкий. То есть увеличивались цены на промышленные товары, а на продовольственные они не увеличивались. Это приводило к тому, что крестьянам было невыгодно продавать, экономика частично рыночная была при НЭПе. Начинался голод, соответственно, и по всей стране забастовки. Но вот особенно осенью это обострилось, потому что летом еще весной еда была, а осенью уже кончалась. Троцкий из этого сделал выводы, что сталинисты не справляются с экономикой, что они устанавливают диктатуру в партии, а сами с экономикой не справляются. Узурпировало Политбюро РКПБ право на решение хозяйственных вопросов и приняло необдуманные решения, которые привели к экономическому кризису. Однако выход Троцкий видел в ускоренной индустриализации. То есть фактически Троцкий хотел, чтобы прямо вот в 1923 году устроили то, что потом устроили в 1929. Такая у него была позиция. 15 октября 1923 года 46 советских и партийных работников приняли так называемое заявление 46. И с этой точки считается, что левая позиция организационно оформлена. Заявление 46 повторяло все эти тезисы традиционные троцкистов о том, что в партии установлен режим диктатуры Сталина, подавляется любое инакомыслие под предлогом сохранения единства партии. В то же время сталинская группировка довела страну до экономического кризиса, как они считали, в 1923 году. Но вот левая так называемая позиция на самом деле правая. Так как в экономике они фактически выступали за ускоренную коллективизацию и индустриализацию, и вот то, что самое, что Сталин начал делать с 1928 года, хотели сделать в 1923, как я уже говорил. Что бы было, если бы троцкисты все-таки победили? Конечно, начался бы голод, который был в коллективизации в начале 30-х. Гражданская война же только прошла. Скорее всего, возобновилась бы также и гражданская, потому что все прекрасно помнили, что этими коммунистами уже два года прошло, как гражданская кончилась. Точно бы начались снова восстания. Поэтому, в принципе, при всей отвратительности Сталина, который действительно устроил диктатуру, у Сталина была более-менее вменяемой позицией, что, по крайней мере, в 1923 году ускоренную коллективизацию принудительную делать не надо. И пятилетки всякие делать не надо, потому что страна еще не оправилась от гражданской войны, и надо определенный период переходной экономики. О чем говорил довольно много Бухарин, и обосновывал это и марксизмом, и всякими экономическими выкладками. То есть, идеологом был, на самом деле, Бухарин тот момент, что надо продолжать, по возможности, как можно дольше, чтобы не было резких переходов к индустриализации и коллективизации. Тем не менее, предоставили им возможность высказываться, и весь конец 1923 года эта оппозиция пропагандировала. Свои взгляды, правда, им довольно резко отвечал и товарищ Сталин. То есть, шла дискуссия, все-таки добились они, что, по крайней мере, фракционная дискуссия явно шла, явочным порядком хотя была запрещена в партии. Ну, Сталин, в общем-то, тоже довольно верно отвечал, что вот эти все лидеры оппозиции всякие, говорят сейчас о демократии, но ранее они как демократы не были замечены. Когда шла гражданская война, или когда они были у власти, они подавляли точно так же всех, кто против них. А сейчас они, значит, нам рассказывают о партийной демократии, говорил Сталин в своих статьях. Ну, значит, 5 декабря 23-го года на собрании Политбюро ЦК и Президиума ЦКК приняли резолюцию довольно троцкистскую, где говорилось, что нужно установить режим рабочей демократии, и свободу открытого обсуждения всеми членами партии важнейших вопросов партийной жизни. Но предполагается, что эта резолюция была компромиссом между Троцким и Сталином. Фактически она что давала дорогу к продолжению дискуссий. Вот декабрь 23-го года Троцкий публикует в Правде цикл статей под названием «Новый курс», где агитирует опять за внутрипартийную демократию, которая является условием сохранения пролетарского характера партии, а также хвалит молодежь, говорит, что молодежь более, так сказать, способна к коммунизму, имеет более критическое мышление и так далее, является вернейшим барометром партии. Переход всего этого в молодежь вызвала еще сильную дискуссию в комсомоле. То есть, естественно, сталинисты обвиняли Троцкого, что он пытается молодежь натравить на старые кадры партии, что, видимо, и было. В то же время из молодежи многие поддержали. То есть Троцкий, чтобы развалить вот эту всю диктатуру партии, к чему призывал? Вот у нас молодежь, она освоила все заветы коммунизма, вы там старые дураки, давайте дорогу молодежи, давайте на все места комсомольцев поставим и так далее. Значит, Троцкий хулиганил, он просто разваливал. Давайте беспартийных поставим, давайте комсомольцев, лишь бы не этих сталинских всех товарищей. Ну, все-таки, значит, 16-го, 18-го января 24-го года прошла 13-я партийная конференция, которая осудила всю вот эту оппозицию. Несмотря на то, что на ряде точек, допустим, в Москве оппозиция существенная, там чуть ли не половину, от третьей до половины голосов в ряде важнейших регионов они имели. Ну, так вот, значит, партконференция осудила взгляды Троцкого, Преображенского, Пятакова, Радика, подтвердила резолюцию о единстве партии, и как раз на фоне этого как раз умирает Ленин. В мае 24-го года был 13-й партийный съезд, о котором я рассказывал, на котором были многочисленные обвинения в адрес троцкистов. Ну, и в целом, вот получилось, что в 24-м году пришла к власти группировка Сталин-Каменев-Зиновьев. Троцкий пытался в 24-м году, его не арестовали, он даже занимал должность по-прежнему до 24-м году наркома Вейнмора, поэтому он пытался что-то сделать. В частности, поскольку Сталин спелся с Каменевым-Зиновьевым, Троцкий хорошо помнил, что Каменев-Зиновьев во время Октябрьской революции всех продали, и дату восстания опубликовали открыто, и против революции выступали, а Троцкий революцией руководил, а Ленин где-то скрывался в это время. Вот все вот это, что, кстати, тоже все совершенно верно, все вот это Троцкий изложил в статье-уроке Октября и даже написал книгу 1917. Ну, фактически, что он хотел скомпрометировать всех лидеров сталинистов, в том числе, кстати, и Сталин особенного участия в революции 1917 года не принимал, и позднее троцкисты рассказывали, что Сталин все это время в борделе был. А троцкисты, собственно, революцию ее осуществляли. Ну, это, в общем, выброс компромата, на который Каменев и Зиновьев ответили тоже выбросом компромата, и где-то, значит, это что у нас было? Октябрь 1924 года, вот октябрь-декабрь, так называемая литературная дискуссия. Никакого отношения она к литературе не имела, и к дискуссии тоже. И те, и другие были, в общем-то, большевики, то есть они не собирались что-либо обсуждать концептуально, они вываливали компромат. Ну, в частности, Каменев и Зиновьев собрали огромный компромат о том, что Троцкий регулярно ругался с Лениным, и всю ругань Ленина против Троцкого тоже они собрали и публиковали. То, что они выступали против Коктябрьского переворота, Каменев и Зиновьев говорили, что это было их кратковременное заблуждение. Чтобы окончательно наклепать на Троцкого, именно осенью 1924 года Каменев и Зиновьев изобрели слово «троцкизм». В основном спорили с Троцким именно они, Сталин где-то там был сзади, он пытался не вмешиваться, но в нужных точках Сталин выходил и выступал против Троцкого, конечно. В основном он, конечно, пытался, чтобы Каменев и Зиновьев его подавили, а сам Сталин поменьше участвовал. Вот Каменев придумал, что существует некий троцкизм, как отдельное направление от ленинизма, и большевизм сформировался в борьбе и с меньшевизмом, и с троцкизмом. И пытался некие теории создать по этому поводу. Вот в октябрь, ноябрь, декабрь 1924 года на партсобраниях, в прессе и так далее была развернута травля массовая Троцкого, в котором поучаствовал, конечно, и генеральный секретарь Сталин. 19 ноября 1924 года он выступил на заседании коммунистической фракции ВЦСПС, где ругал всевозможного Троцкого всякими грубыми словами, обвинил его в Брест-Литовском мире, то, что во время наступления немцев Троцкий занимал идиотскую позицию, что нужно разоружить армию мира, не заключать, и это было фактически предательство. То есть Сталин тоже вспомнил всякие факты, когда Троцкий был явно неправ, и на него это все, значит, возложил. Сталин продолжил это все теоретизирование о троцкизме и даже сказал, что есть два троцкизма. То есть есть исторический троцкизм, это Троцкий до 1917 года тоже все время был троцкистом, короче. А есть новый троцкизм, который Троцкий придумал прямо сейчас. То есть у Сталина даже такая пошла теория о двух стадиях развития, короче, троцкизма. Значит, Сталин при этом начал говорить, что на самом деле Троцкий не создавал Красную Армию, и не он руководил Октябрьской революцией, что исторически все-таки неверно, потому что и то, и другое все-таки Троцкий делал. Но дословно Сталин говорил, мы не хотели и не добивались этой литературной дискуссии, и троцкизм навязывает ее нам своими антиленинскими выступлениями. Сталин придумал, что якобы был какой-то военно-революционный центр, который руководил Октябрьским восстанием помимо Троцкого. Дальше эта вся история попала в краткий курс истории ВКПБ и в официальную историографию, по-моему, сейчас все-таки она оспаривается. То есть Сталин начал сочинять, что восстанием руководили какие-то там другие люди, а именно Свердлов, Дзержинский, Бубнов, Урицкий и сам Сталин. Ну вот тогда, кстати, примерно начинается выдвижение Дзержинского как фигуры такой, чтобы вытеснить Троцкого. Дзержинский умер, и про него можно было врать что угодно. Позднее в фильмах советских, естественно, сталинистских, да, сталинисты же победили, поэтому советские фильмы исторические стоят на сталинских позициях. Вместо Троцкого там везде фигурирует Дзержинский как якобы крупная фигура вот времен Октябрьской революции и начала Гражданской войны. Примерно все функции Дзержинского в истории принадлежали Троцкому. Именно он организовывал там восстание и так далее. Вот Дзержинского вместо Троцкого все время в фильмах показывали. Хотя Дзержинский большой роли не играл, и ЧК тогда была все-таки второстепенная такая карательная организация. Это, конечно, война шла, и страной руководила армия, то есть Троцкий. Потому что в условиях войны, конечно, руководит не ЧК, а армия. Ну, значит, Молотов, тоже такой сталинист, написал большую статью против Троцкого, где такие перлы, как «Троцкист в Троцком берет верх над Ленинцем». Ну и так далее. Ну, пожалуй, всех, значит, я не буду. Каменев и все такие прочие выступали. Довольно много было статей и писанины. Троцкий им отвечал в ноябре 24-го года. Он написал статью «Наши разногласия». В общем, дискуссия в БКПП продолжилась. Позднее Зиновьев и Каменев станут сами троцкистами, и потом будут отрицать, что мы все вот это набрали в 24-м году. То есть, что интересно, потом Зиновьев и Каменев наоборот будут поддерживать Троцкого, и потом будут говорить, что все статьи 24-го года, это была их ошибка. Вот Каменев изобрел само слово «троцкизм», и потом говорил, что это его ошибка. В капиталистическом мире газеты «Таймс» и тому подобное все освещали эту дискуссию, и капиталисты ожидали, что сейчас, наконец, коммунисты переругаются, и будет там, наверное, война между Троцким и Сталиным. И даже периодически такие мульки пускали, что Троцкий куда-то убежал, и там начал революцию из Финляндии. Что-то вот такое. В общем, много было сенсаций. Но современная оценка сложная этого момента. Как правило, современные исследователи отмечают, что да, Троцкизм был вымышлен примерно тогда, но надо сказать, что как бы сказка стала былью. Действительно, в 24-м году Троцкизм был скорее придуман, но потом, когда окончательно Троцкий со Сталиным развелись, уж явно Троцкизм-то существовал. Что Троцкий потом сформулировал определенную концепцию, альтернативную сталинизму. Если действительно в 24-м году скорее это между ленинистами дискуссии, то потом их разногласия усилились, и действительно концептуально Сталинизм от Троцкизма сильно отличается, как все мы знаем. То есть на тот момент придумали, а потом уже это было. Ну, в общем, в конце января 1925 года был пленум ЦК и ЦКК РКПБ, который осудил Троцкого. Статья эта про уроки октября была признана извращением истории большевизма. Официально было принято решение, что Троцкий занимается троцкизмом, то есть что он не стоит на ленинских позициях, у него, собственно, какая-то, значит, идеология новая. Троцкий вот именно на этом пленуме в январе 1925 года подал в отставку с постов Народного комиссара военно-морских дел и председателя Революционного военного совета. То есть ситуация следующая. 1923 год Троцкий фактически у власти, 1924-й он борется за власть, и в январе 1925 года он отстранен от власти. То есть вот с января 1925 года у нас правящая группировка, это Зиновьев-Каменев-Сталин. Однако довольно быстро Зиновьев начал ругаться со Сталиным, в частности по основным там вопросам развития. В конце апреля 1925 года состоялась 14-й партийной конференции, где был доклад Рыкова о кооперации. В этом докладе, хотя называется о кооперации, на самом деле Рыков выступает за развитие рыночных отношений в деревне. Он говорит, что нужно снизить на 40% сельхозналог, вложить средства в хозяйственный кредит крестьянам, разрешить наим рабочей силы, то есть официально там узаконить батраков на деревне, сдачу земли в аренде, и при этом расширять дальше кооперативы. То есть кооперативы не как насельственные, не как вот при коллективизации, а добровольные кооперативы, то есть поддерживать добровольное сотрудничество крестьян, но в том числе и зажиточных. То есть факт существования зажиточных там крестьян деревни Рыков признает, считает, что это нормально при рыночной экономике, и даже отдельно там агитировал, что значит богатый крестьянин будет там, разделить на кулака и хозяйственного мужика невозможно, говорит Рыков, то есть прямо вот на эсеровских позициях. Примерно это говорили эсеры в 18-м году, что разделить там на кулаков и нормальных мужиков проблематично. Ну вот теперь Рыков значит на эсеровских у нас позициях, нужно признать неизбежность роста в деревне отношений буржуазного типа, и ему всячески поддакивал Бухарин, который создавал там теорию переходной экономики, говорил, что развитие НЭПа в деревне необходимо. В общем, сталинисты взяли курс на развитие рыночных отношений, и окончательно все эти идеи с принудительной коллективизацией завернули на 25-й год. 25-й год подъем НЭПа. В целом, вот поддержав еще раз хозяйственных мужиков и кулаков, во многом в 25-м, 27-м году они окончательно эти все экономические проблемы решили. То есть экономическая политика сталинистов на сей раз была успешна, что и способствовало падению троцкистов. Параллельно на той же конференции в апреле 25-го года была принята теория Сталина о построении социализма в одной стране. В частности, была принята резолюция о задачах Коминтерна, где говорилось, что необходимо строить социалистическое общество в одной стране и не стремиться к мировой революции. Это прямой наезд на Зиновьева, так как Коминтерн возглавлял Зиновьев. В принципе, вот эти все решения апреля 25-го года, что означает? Что мы финансирование Зиновьеву давать не будем из его Коминтерна, из его и всей этой банды террористов. Мы их финансировать не будем. Мы будем заниматься развитием России, развитием СССР и развитием в основном на путях рыночной экономики с поддержкой кооперативов. То есть кооперативная рыночная экономика, фактически, я говорю, по заветам СССР. Примерно такое СССР хотели сделать. Что будет частная собственность, но будут сильные общины, сильные кооперативы в деревне. Вот приступили к практической реализации именно СССР плана. Рыков, Сталин и Бухарин. Это выбесило еще Зиновьева, еще и по этой причине. Что значит Зиновьев начал говорить, что это все естественно СССР, что это значит поддержка кулаков Зиновьев и Каменев. И в особенности построение социализма в одной стране их тоже не устраивало. Во-первых, это все противоречило догмата марксизма. Марксизм никогда не говорил, что в одной стране можно построить. Ну в общем, тут на самом деле у Сталина действительно сильное отступление от традиционного марксизма. И это отступление в сторону идеологии СССР вполне определенной. Камень в Зиновьев это точно определили. И посчитали, что это опасно и для их власти, как таких представителей партапарата. Ну и собственно для Коминтерна. На этой почве они объединились во второй половине 1925 года с Троцким. И к июню 1926 года была уже окончательно создана новая оппозиция, которая базировалась на кадрах Зиновьева и Каменева в Ленинграде, но также была и Московская, и также всякие старые троцкисты туда и примкнули. В частности, участвовали Григорий Сокольников, Надежда Крупская, которая во всех оппозициях против Сталина участвовала. Вот почему Крупскую не посадили вообще непонятно. Она вообще в любой просто движухе против Сталина, а Сталина ненавидела. Григорий Евдокимов, Петр Залуцкий, Григорий Сафаров и другие. Руководство этой всей оппозиции, это Зиновьев, Каменев, Сокольников и Крупская, они издали платформу четырех с критикой, во-первых, НЭПа в деревне полностью, и с критикой теории построения социализма в одной отдельной стране. То есть всю вот эту, значит, они отменили и фактически перешли на позиции троцкизма, потому что троцкизм тоже против этого вступал, и против рыночных отношений в деревне, и против построения социализма в одной стране. 23 июля 1926 года пленум ЦК ОКПБ вывел Зиновьева из состава Политбюро и избрал туда Рудзутака. То есть в июле 1926 года Зиновьева выкинули тоже из правящей коалиции за вот эти все дела, за оппозицию. И получается вот с этой точки правящая коалиция меняется на Сталин-Бухарин. Так как Бухарин был всегда правым, ну с их позиций, Бухарин был за рыночную экономику, за постепенный переход к социализму, который долго будет, и за демократию как раз вот на основе вот этих вот беспартийных там. Ну в принципе Бухарин был настоящим левым, честно говоря, по всем этим позициям. Ну ладно, вот Сталин-Бухарин считались тогда правыми, потому что они за продолжение НЭПа. А все враги Сталина сплотились, выступали на вот этой платформе псевдо-левой оппозиции, то есть построение бюрократического общества максимально быстрыми темпами. И в 1927 году они уже готовили захват власти. О дальнейших событиях, естественно, позже поговорим.